Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня с вами тестируем бюджетные гель-лаки из магазина Aesthetic Nails. Сделала я посылочку, заказала разных фирм. Будем сегодня все с вами пробовать и вообще посмотрим. Гель-лаки от 150 до 300 рублей, на что они способны, какой мы с вами дизайн сможем с ними сделать. Сейчас проходят акции и скидки до 20% на Monomi, Bloom, Kira, Серебро и так далее. Это отличная возможность выгодно закупиться. Действует также рассрочка и возможность оплаты долями. Также у меня есть промокод TANYA300, которая дает вам скидку в 300 рублей при покупке от 2000 рублей. Акция действует до 30 июня. Итак, я относила ногти. Это наши гелевые типсы. Помните, я специально проходила с ними 4 недели. Честно скажу, из минусов для меня была только длина. Все-таки для работы это не очень подходящая именно для меня длина. А напишите, пожалуйста, вы любите больше короткие ногти или длинные? И если вы носите длинные, удобно ли вам работать с длинными ногтями? Но из плюсов хочу отметить, что ногти были настолько невесомые. То есть, несмотря даже на то, что они были длинные, они были тонкие и крепкие. Это для меня было важно. То есть, тяжести никакой я не ощущала, мне мешала только длина. Но я ее не убирала, специально выжидая 4 недели. Ни одной отслойки. Ни одной отслойки у меня не было у кутикулы. Была одна малюсенькая отслойка на среднем ногте в точке в роста. Но я думаю, что это все-таки я в этом виновата. Потому что я помню, что там форма у меня легла не совсем так, как нужно. Сегодня будем делать с вами квадрат. Будем достраивать параллели. Работы у нас очень много. Поэтому давайте уже начинать. Единственное, указательный пальчик у меня клюет. Поэтому ноготь внутри под гелевой типсой рос как бы немножко вниз. И был такой воздушный кармашек. Но вообще на носку это никак не повлияло, никак не помешало. И приступаем к обработке. Первое, что нам нужно сделать, это естественно хорошенько подготовить ногтевую пластину. Убрать глянец, выровнять борозды после снятия. Потому что потом они нам в дальнейшем будут мешать. И сейчас я отодвигаю кутикулу апельсиновой палочкой. Обращайте очень большое внимание на этот этап. Потому что если вы оставите склейку, потом при работе фрезой вы 100% пораните кутикулу. Поэтому не думайте, что это просто потыкали кутикулу. И все. Обязательно хорошо открывайте именно карман. И все-все-все проверяйте. Обезжириваем ногтевую пластину. Потому что будем много пилить. И будем пилить мы, пока кутикула у нас не срезана. Чтобы если вдруг что, мы не поранили ее. Поэтому будем делать достроение еще до маникюра. Наношу тонкий-тонкий слой базы с хорошей адгезией. Просушиваю и выставляю на каждый ноготок по горошинке акригеля. Акригель и его количество регулирую, исходя из того, что мне нужно сделать с каждым ноготочком. Например, на указательном у меня много материала. Потому что он у меня клюет. И я его поднимаю. А вот на всех остальных у меня просто не хватало немного боковых параллелей. И поэтому я немножко совсем добавляю. И акригель распределяю больше по боковинкам, чем по центру. Пилкой аккуратно. Так как она у нас прямая. И мы помним, видите, я задеваю все равно кожу. Поэтому мы с вами и не делали маникюр. Я пилочкой, так как она прямая, в боковых проставляю параллельки. И делаю ровный опил. Сразу скажу, что когда уже записывала звук к видео, то заметила, что на указательном можно было бы и получше сгладить ступеньку от натуральной ногтевой пластины, как и гели. Но ничего, мы все-таки будем с вами делать еще выкладку геля без опила. Поэтому не критично. На форварде обрабатываем левые стороны. На реверсе обрабатываем правые стороны. Вычищаем весь птериги. Подготавливаем кутикулу к срезу. Срез я делаю, стараюсь, единой колбаской. И каждый последующий мой маленький стежок ножницами я стараюсь завести в паз предыдущего, чтобы у нас не образовывались заусенцы. Но после того, как мы сделали срез, обязательно мы шлифуем, полируем и так далее. Хорошенько еще раз все обезжириваем, потому что ногти у нас уже полностью готовы к покрытию, к дизайну и так далее. Наносим тонкий слой базы. Вообще, это классная, отличная техника, когда вы наносите базу и под акригель, и сверху акригеля. Это исключает его от слойки, потому что у акригеля у нас сцепки с натуральной ногтевой пластиной практически нет. И выкладываем гель. Естественно, базу предварительно мы просушиваем. Сначала обязательно делаем скользящий слой, то есть еще его многие называют мокрый пол. Ставим каплю чуть дальше от кутикулы, подталкиваем к кутикуле и уже распределяем по центральной зоне. Обратите внимание, движения очень похожи и очень схожи на движения, которые мы делаем при градиенте. Дальше тонкой кисточкой мы распределяем материал в боковушках. Тонкой кистью делать это очень удобно, так как материал при помощи нее ложится максимально тонко. Это удобно. Если вы будете это делать обычной кисточкой, которой делаете выкладку, то велика вероятность того, что у вас могут быть ногти-плюшки. Знаете, такие жирненькие по бокам. А мы все-таки хотим с вами сделать изящные квадраты. Обязательно опять пилку приставляем, проверяем параллельность. Вот эти две линии, они должны быть параллельны с линией центральной оси пальчика. То есть все мы это при помощи пилочки можем с вами контролировать и регулировать. Обязательно, обязательно, естественно, выпиливаем толщину. Но толщину мы выпиливаем тонкую не по всему периметру нашего ноготка, а только по половинке. А потом просто фрезу задираем и истончаем торец. Итак, первую у нас с вами на выкраске гель-лаки Beauty Free. Взяла вот такие вот сочные, красивые, с крапушками под цвет. Мне понравились. Достаточно плотные. Гель-лаки Кира вообще бюджетные. Я их пробую первый раз. Взяла специально и пастельный, и неоновый цвет. Очень классные гель-лаки и плотные. Вы знаете, я сама была удивлена. Реально плотные цвета, особенно вот этот выбеленный неон. Очень хочу похвалить гель-лак от Bloom из коллекции Подо. Я так поняла, что это однофазный молочный гель-лак. И скажу вам по секрету, это единственный гель-лак из всех, который я пробовала вообще когда-либо. Именно однофазный для педикюра, у которого нереальный глянец после полимеризации. Вот точно вообще не нужно покрывать. Поэтому если там есть еще цвета, обязательно попробуйте. Если они еще остались, потому что акция очень выгодная на цвета. Кстати, ссылочку на все товары и материалы, которые мы сегодня с вами используем, я оставлю в описании под видео. Monomi. Два цвета из коллекции Lumi. Это цвета, светящиеся в темноте. Давно хотела и давно хотела их попробовать. Желтенький, витражный. Если хотите полупрозрачный, наносим на прозрачный. Если хотите плотный цвет, наносим так же, как делаю я, на молочный гель или молочную базу, как вам удобно. И первые два цвета, смотрите, как горят в темноте. Просто супер. Гель-лаки TNL. Очень хочу похвалить. Для начала флакон. Матовый, приятный. И хочется его постоянно трогать. Пастель достаточно плотная. Кстати, заметьте, я наношу все гель-лаки на прозрачную типсу. То есть, для того, чтобы вы видели плотность, видели, как они выравниваются. Гель-лаки густые отлично подойдут для новичка, потому что они не будут течь. Десяти шестьдесят второй цвет. Очень красивый, лавандовый. И ложится тоже очень и очень плотно. Прям очень порадовали. И последние пять оттенков, которые вы будете видеть на своем экране, это гель-лаки Mousse. Я с ними знакома тоже очень давно. Но они недорогие, но по качеству очень хорошие. Советую вам также к ним присмотреться. Ну, а мы с вами перейдем к дизайну. Будем делать вот такой вот градиент. Для него нам потребуются гель-лаки от серебро и гель-лак от Monami. Для начала нам нужно нанести тонко-тонко базу. То есть, вообще, она, в принципе, нам нужна только для липкого слоя. Если бы мы работали по базе, мы бы могли посыпать акриловую пудру и на базу. Но так как у нас был гель, мы немножко его забавили сверху. Поэтому тонкий слой базы, акриловую пудру, все лишнее стряхнули и берем наши цвета. Самый яркий цвет от серебро мы наносим на боковые параллели. Делаем не толстую полоску. На втором слое мы обязательно с вами все отрегулируем, где хотим поярче, где хотим побледнее и так далее. И к центру наш цвет как бы светлеет. Растушевывается по акриловой пудре так, что это сможет сделать даже ребенок. То есть, по сути, дизайн смотрится сложно, но выполняется он очень быстро и очень просто. На втором слое я поняла, что хочу чуть больше фиолетового, поэтому линию я сделала чуть потолще фиолетового, а вот светлого цвета немножко поменьше. Обязательно после полимеризации я покрываю акриловую пудру еще тонким слоем базы. Иначе после топа все эти ваши крупинки обязательно будут торчать, но идеального глянца просто не будет. Тоже это нужно учитывать. После того, как покрыла топом, обязательно делаю опил торцов, чтобы ногти смотрелись изящнее. Если вы торцы не опиливаете, и цвет ваш лежит еще и на торце, то они смотрятся как бы жирноватыми. Дизайн решила сделать акварельными каплями. Если честно, делала такой дизайн на двух своих клиентах и просто захотелось. Ну и плюс по цветам мне сюда очень отлично подходило. Без дизайна я не хотела ходить. То есть все четыре ноготочка делать градиентом мне не хотелось. Хотелось как-то разнообразить. Тем более сейчас лето, мне кажется, вообще самое время делать что-то яркое. И все мои клиенты, которые, знаете, всегда делают что-то похожее на дресс-код или что-то нюдовое, боятся сделать яркое. Я всегда говорю, лето – это самое время сделать что-то яркое. В общем-то, вот наш конечный результат. Не поверите, закончила я это все снимать в пол пятого утра. И последнее видео, которое вы увидите с пионами, это я уже делала, когда на улице было светло. Вот так я вам скорее старалась рассказать об акции, потому что я уверена, что многие захотят пополнить свою палитру бюджетными, хорошими, качественными гель-лаками еще и со скидкой. Напишите, пожалуйста, умеете ли вы делать градиент. Я надеюсь, что это видео вам поможет, потому что это реально очень быстрый и очень простой способ. И я уверена, что у вас обязательно получится сделать такие же классные, красивые переходы. С вами была Татьяна Сидоренко. Не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok